Хотите узнать все о Крите из первых рук? Так вы на правильном пути! Мы вам покажем Крит таким, каким его вам не покажет никто! Дамы и господа, всем огромный привет с солнечного Крита! Как вам аппарат? Махнул не глядя! Я прикалываюсь, конечно! На самом деле, сегодняшний репортаж мы проводим с помощью нашего постоянного спонсора, компании Автокрит, которая нам сегодня подогнала такую машинку, Машинка называется Jeep Renegade, если я правильно говорю. Нигде тут не написано. Вот он такой небольшой. А, вот написано, вот, Renegade, все правильно. Сразу в начале технические характеристики Эльвира Хайдаровна нам сейчас расскажет. Я? Я не водитель, я пассажирка. Машинка совершенно новая, машинка, начали эксплуатировать машину в 2019 году, в прошлом, пробежала на 30 тысяч, объем двигателя 1,6, дизель и полный автомат. То, что я люблю. Вот она, коробка автоматическая. То есть, это никакой не полуавтомат, это полный автомат. Салончик новенький, чистенький. А находимся мы сейчас в поселке Бали. Это наша стартовая точка сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА не переключайтесь будет интересно поехали работает музыка заблокирую завторские права ремешок ремешок без меня не поездишь как на нашей сразу ругается первой точкой на нашем маршруте будет будет монастырь иоанна предтечи который находится неподалеку от боли вообще сегодняшний маршрут это будет такой я бы сказал лайтовый маршрут легенький можно на полденька он очень интересно но он здесь здесь все поблизости и такое если не выезжать рано утром если кто не любит рано просыпаться если кто-то хочет победу после обеда если хочет кто-то покататься этот маршрут очень хорошо подойдет здесь все все рядышком у рядышком с поселком боли конечно если это кто-то будет ехать из мальи тут тоже не рядышком будет монастырь иоанна предтеча находится неподалеку от боли и тут надо заранее подумать как нему подъезжать ему лучше подъезжать сверху чтобы не нарушать правила лучше выехать через верхний выезд боли и спускаться вниз и свернуть направо не пересекая двойную сплошную монастырь сам по себе очень интересный находится в таком очень живописнейшем месте очень красивые фотографии отсюда получаются но про него вообще мало что известно но а а а а а Монастырь находится на холме С красивейшим видом на бухту Бали Второе название этого монастыря Монастырь Атали Так его назвали венецианцы Которые были здесь на Крыти Переименовав деревушку Бали Тогда она называлась Астали Они ее переименовали в Атали Надписи, которые были здесь найдены Гласят, что монастырь был основан В 17 веке Однако не исключено Что и до этого здесь действовал монастырь Да, Эльвира Хайдаровна? Да Тишина, красота Птички поют Умиротворение Никого нету, все открыто Сегодня, кстати, 7 марта На улице Теплынь Реально уже Не скажу, что прям по-летнему Но такая добрая-добрая весна Запахи, обалдеть Главное, что в 25, наверное, сегодня Да Церковь, которая здесь находится Посвящена Святому Иоанну Предтече И фасад церкви Он такой Типичный для архитектуры Эпохи Возрождения Видите, венецианские такие Колонны Так, здесь у нас Расписание Когда монастырь работает Службы когда идут Да, когда Когда службы Не монастырь когда работает А когда службы идут в церкви И церковь открыта здесь Крючки висят Да Зайдем? Добрый Зайдем? И никого Благодаря своему расположению Близости к морю И поселку Бали Этот монастырь, как и многие другие монастыри на Крите Сыграл важную роль в революции 1821 года Этот монастырь снабжал повстанцев продовольствием Прятал и лечил раненых В общем, оказывали повстанцам посильную помощь В борьбе с турецкими захватчиками Какой шикарный вид здесь Бали как на ладони Здесь стоят сульчики Видимо, монахи любят заседать здесь С таким видом В состав монастырского комплекса входит также церковь Которая называется по ноге Харакьяни Находится она на трассе Ираклеон-Бали И эта церковь празднует 15 августа В этом монастыре хранится главная икона этого монастыря Успение Пресвятой Богородицы В день праздника 15 августа Эту икону открывают для прихожан Совершается крестный ход Икону выносят из этого монастыря И по дороге несут в ту церковь Это очень большой праздник Здесь перекрывается движение И все это очень так Массово и атмосферно происходит Эльвия, что ты можешь сказать об этом монастыре? Хороший монастырь Расположен в тихом месте Птички поют Лимончики Умиротворение Много очень цветов И рядышком с Бали Место очень хорошее, я считаю, для релакса Приехать, посидеть, порелаксировать С видом на море, с видом на Бали, на горы Ну сейчас тут все закрыто Летом, конечно, тут все открыто Здесь вот музейчик небольшой Там наверняка и магазинчик с иконками, с сувенирами Там еще внутренний дворик тоже закрыт был Который летом сможете тоже посетить А сейчас мы поедем в Фоделе Да? Да Фоделе это небольшая деревушка На северном побережье Крита И деревня Фоделе считается родиной Живописца Эль Греко Живописца, иконописца Там есть дом-музей его Ну и сама по себе деревушка Очень-очень прикольная и колоритная Но не будем забывать про нашего спонсора Компанию Автокрит Которые предоставили нам сегодня машину И сподвигли нас на съемки этого замечательного видео Почему именно Автокрит? Потому что Автокрит предоставляет машину Именно ту модель, которую вы заказываете В Автокрите 100% страховка Покрывающая все И Автокрит делает доставку автомобиля по всему острову бесплатно Это очень немаловажные факты Надо же попробовать, как машинка бежит Сейчас мы на Трасе дадим ее разгончик Набирает разгон хорошо Несмотря что узор тяжеловатый, я бы сказал Для движка 1.6 Но разгончик набирает хорошо Сейчас не давлю педаль И сейчас, смотрите, придавлю Вот она пошла Правда, хватает не сразу Чуть затормаживает Но потом, когда уже берет, берет мощно И разгоняется быстро и хорошо Очень часто спрашивают Бронировать автомобиль Как лучше Бронировать в интернете Или бронировать по приезду уже на месте Говорят, что на месте дешевле Говорят, что на месте выбор больше На самом деле, это не всегда так Смотря в каком месяце вы приедете Смотря какую машину вы хотите Смотря на какой срок Если, допустим, вы приезжаете И хотите 1-2 дня покататься И вам все равно, какую машинку взять Тогда без вопросов Тогда можно и на месте Если же вы планируете Какие-то серьезные путешествия По Криду, поездки И хотите какую-то определенную машину Какой-то определенной марки Которая вам запала Которая вам просто нравится То лучше это сделать, конечно По интернету Лучше это сделать заранее Выбираете марку Делаете небольшую предоплату Делаете бронь И вам предоставляют машину Там, где вы заявите Если вы хотите машину получить в отеле Вы ее получите в отеле Если вы хотите получить машину В аэропорту Такая услуга тоже есть Это все бесплатно Вас встречают с табличкой В аэропорту Представители компании Автокрид И вручают вам машину Тут же составляют договор Вы подписываете И все, машина ваша И дальше вы сами уже Едете по вашим планам У компании Автокрид Очень неплохой парк Не скажу, что лучше Но очень неплохой Есть выбор Машины все новые Автопарк постоянно пополняется Чтобы забронировать Чтобы выбрать машину И забронировать Вам нужно зайти На сайт компании Автокрид.ру Вот она ссылочка И если хотите получить скидку Заранее бронирование Да и просто забронирование Получить небольшую скидочку То вы можете ввести промокод Всеакриди Который действует Это наш спонсорский промокод Вот оно И писать промокод Нужно именно так Как он написан вот здесь Ни русскими буквами Все акриди Без пробелов Без разделений Именно вот так Как написано вот здесь внизу Субтитры создавал DimaTorzok Деревушка Фодель Деревушка Фодель расположена Очень удобно Для тех Кто будет отдыхать И в Ираклеоне Ну или в том районе И со стороны Рейтин Сюда тоже удобно добираться Потому что Как раз Посередине находится Ну немножко ближе К Ираклеону В этой местности Очень много выращивают апельсин Особенно вот сейчас Зимой Сады С урожаем сейчас А летом Здесь такие развалы Апельсиновые Везде продают Сок Накручивают Первой точкой посещения Будет музей Эль Греку Я не знаю Сейчас он может быть И закрыт Но я хотя бы покажу вам Где он находится Чтобы вы знали И там рядом с музеем Находится Очень красивая Интересная Старинная церковь Ну как я и предполагал Нас здесь тоже не ждали Здесь ворота закрыты В принципе ничего страшного Летом здесь все открыто Поднимаете здесь по лесенке И попадаете В небольшой дом-музей Живописца Тойоту Копулоса Семья Тойоту Копулос Это были Очень богатые критяне-феодалы Которые У которых были во владениях Вот эти все-все-все земли Они были богаты настолько Что они Отправили своего сына Доминика Учиться Живописи в Италию Затем он переехал в Испанию Где он Основное время Творил Создавал свои шедевры Такое могли себе позволить Очень и очень немногие тогда То о чем я говорил Очень много Цитрусовых здесь Это лимонное дерево Лимонные такие Крупнейшие Вообще Крупные Офигенно Ну там дальше апельсинки Которые возле дороги Уже люди Пособирали Пообдирали Не дотянуться Хотел сорвать Дерево Оно же всегда вкуснее Чем в магазине Ааа Вот она Вот она Моя апельсинка И знаете На Крите Чем апельсин страшнее Тем он вкуснее Возле музея Эль Грека Здесь также находится Очень красивая церковь Древняя Причем Эта церковь Как и многие церкви На Крите Вот это уже Вторая постройка До этого Здесь был храм Вот это его стены Остатки стен Вот его колонны Вот То есть Здесь был раньше Больший храм По размерам Вот видите Здесь был вход Вот так вот Здесь вот были Захоронения Вот они видите Вот одно Вот второе Как это здесь Часто на Крите Перед ходом В церковь Захоронения Как церковь Она не работает Она работает Просто как Ну как музей Как выставка Ее летом тоже открывают Вот видите Здесь был Алтарь Алтарная часть Здесь вот тоже Большой алтарь был Вот видите А этот уже Который сейчас Этот поменьше Немножко То есть она была Трехнефная Там Здесь центральный неф И вот этот Правый неф Видите И эту Новую Так сказать Церковь Когда строили Использовали Части Из старой церкви Из той Которая была Разрушена Я так думаю Что это части Даже Каких-то Раскопок Везде Из римских Или из Минойских Сейчас уже Никто не знает Эльвирка Там уже тырит Что-то Уже тырит Апельсины Да Эльвира Хайдаровна Апельсинки Тырим Да Сейчас он тебя Дядька Наругает Дядьке Пофиг Вообще Сладкие Сейчас попробуем Полетать На дрончике Кстати Помните В Ханье Я не мог взлететь Это не была проблема Из-за того Что глушилки Там стоят В Ханье Оказывается Оказывается Проблема была В дроне Там сбились Настройки Я не знаю Как они сбились И надо было Их поправить Я дома разбирался Пол дня разбирался Нервничал Но Нашел Нашел В чем была проблема Настроил И наш Мавик Теперь в порядке Надеюсь в порядке Сейчас попробуем Полетать Субтитры Музей Альгреко Нас принять сегодня Был не готов Мы не договаривались Сейчас попробуем Поехать Посмотреть Монастырь Святого Пантелеймона Который находится Здесь неподалеку От деревушки Фодели Мне этот монастырь Очень нравится Потому что он В таком месте Находится Ну вообще Просто обалдеть Ну Пантелеймон Целитель К нему Со всеми болезнями Все идут Кстати В этом монастыре Хранятся мощи Святого Пантелеймона И именно Кисть его правой руки Которую он Прикладывался к больным И их излечивал Так что желающие Смогут Приехать И посетить И приложиться К святым мощам Сейчас здесь все закрыто Все магазинчики Кафешки Таверны Все закрыто А летом Когда едешь Конечно Тут движняк Такой Все открыто Бабули торгуют Апельсинами Соком апельсиновым Макраме Тут же сидят Плетут Так обалденно Можно кстати Всю эту продукцию Можно у них здесь купить Куча сувенирных лавок Раки здесь очень хорошие Меня однажды здесь угощали Раки Обалденные Вот такая вот И здесь еще очень много Родничков Здесь речка протекает Через поселок И есть свои роднички Своя водичка Вкусно Чтобы попасть в монастырь Святого Пантелеймона Нужно проехать Деревню насквозь И будет дорога такая Сначала асфальт Она уходит в апельсиновые Плантации Потом начнется бетонка Потом будет грунтовка Кстати Насчет грунтовки В фирме Автокрит Не запрещают ездить По грунтовке Но если будут какие-то проблемы С колесами или днищем На грунтовке То вы должны знать Что оплачиваете вы Это ложится на вас Ну а если не случится Значит пронесло Значит прокатило А на асфальтовой дороге Конечно Страховка полная И как положено все Дамы и господа Да Прикол Здесь была грунтовка И пока мы тут не были Сколько мы тут Года два наверное мы тут не были Здесь положили асфальт Все течет Все меняется Кстати вот такое интересное место Все время хотел здесь остановиться И никогда у меня Это не получалось Вот сейчас именно такой момент Такие местечки Такие церквушки возле дорог Называются париклиси То есть маленькие такие вот Маленькие святые местечки Даже не знаю как по-русски это объяснить Такие маленькие мини-церквушки Вот написано Иеро париклисио Агию христофору Празднуют 9 мая Осию паисию Это святого паисия И Да 12 июля И агию фанурию Святого фануриса Помните фануропиту? Фануропиту помните? Вот это Это святой как раз То есть Вот это Вот это париклиси Вот эта вот церквушка Посвящена аж трем святым Сразу И относится оно К монастырю Святого Пантелеймона Все как в настоящей церкви Все как в полноценной церкви Вот они Свечечки можно брать Сюда опускаются монетки Берете свечечку Зажигаете И сюда ставите Вот видите Песочек здесь Противопожарная безопасность Свечечку поставили И пошли И пошли сюда Молиться Вот здесь уже читают молитвы А вот они эти Три святых Про которых я говорил Святой фанурей Святой христофор И Святой паисий Интересное местечко Красивое Красивое Аккуратненько Главное что асфальт положили Вот это вот раз Да Да Вообще Здесь крутопка была Значит монастырь будут пиарить И значит монастырь Поедут уже Автобусы наверное Если асфальт положили А почему нет Святой пантелеймон Очень почитаемый Да Спасибо за субтитры Монастырь Святой пантелеймона Никому не известно Она потеряна в веках Знаю только примерно Это были средние века Это было время Венецианского владычества Здесь на Крите Во время турецкого Владычества на Крите Монастырь принимал Активное участие В борьбе с захватчиками Тогдашний настоятель Монастыря Неофит Педьотис Сам участвовал В сражениях По критским меркам Монастырь был Достаточно большим И как ни странно Наибольшие потери И разрушения Обитель понесла В начале 70-х годов Прошлого века Большая часть построек Была разрушена Остался целым Только главный храм Говорят, что это сделали Искатели кладов Но реальной причиной Скорее были Монастырские владения Которыми пытались Завладеть Нечестивцы В смутные времена Реформ черных полковников Монастырь Монастырь в последнее время Довольно таки неплохо развивается Раньше он был заброшенным Долгое время был вообще необитаемым Вот видите Вот в таком состоянии был монастырь Вот такие постройки были здесь Сейчас здесь все приведено в порядок Сделан мини зоопарк такой Даже кенгуру Который мы видим Первый раз в жизни Прикольно С Австралии привезли Наверное Или зоопарка с какого-то Здесь пони Здесь павлины Здесь попугайчики Пони на русском языке написано Все на русском Вся информация есть на русском языке Монастырь очень почитаем Именно нашими Именно русскоязычными Здесь вот находится Магазинчик Ну как они называют Выставка Сюда сможете зайти Купить Сувенирчики Иконы Ну все как везде Все как Как обычно Вот он Святой Пантелей Мо Его икона Рядом Николай Нектариус Нектариус Это тоже греческий святой Очень почитаемый Вот это икона В серебре Поэтому ценник Такой немножко кусающий Сделал 160 110 120 Ну вот эти маленькие По 8 и по 12 евро Серебряные иконки Храм такой тоже Очень уютный Очень Очень сильный запах Травами Травы пахнут Это уже готовятся К Боговещению И вот здесь В серебряной раке Находятся Находятся Святые мощи Находится Правая кисть Святого Пантелеймона Как оказалось В храме снимать нельзя Ну ничего Зато вы будете знать На будущее Сфотографировать И съемка запрещена Свечи здесь тоже Ставятся Не в самом храме А ставятся Свечи Вот здесь Вот видите Здесь Песочек И вода Все В противопожарной Безопасности Небольшое Подворье Монастыря Здесь Кстати Везде По всему монастырю Вот такие Вот информационные Плакаты И здесь Вот По русски Всю информацию Можно прочитать Что очень и очень Классно Вот Святой Пантелеймон И Святой Антоний Я пожалуй Сделаю задержку Здесь И кому будет интересно Почитать Нажмете на паузу И сможете Почитать И вот здесь Вот тоже То же самое Нажимаете паузу И читаете Потом продолжаете Просмотр Если пойти Направо От монастыря Там есть Часовня Святой Екатерины Там есть Там есть Лама Лань И утка Мы пойдем Посмотрим И монастырский Источник Здесь также еще И раскопки Есть Но это все Старинные Постройки Непонятно Какого времени Табличек никаких нет Но видно Что это Раскопанные Старые фундаменты Здесь были Дома Здесь Жили люди Может не жили Может что-то делали Может мастерские Какие-то были При монастыре Перед ревнем Вот здесь Очень похоже Что здесь Отжимали масло Потому что Такие корыта Стоят всегда Чтобы сюда Готовое масло Стекало Нам его Наверное Отжимали И вот здесь По этому камню Видите Это большой камень Сплошной Цельный И по этому камню Масло стекало И попадало В это корыто А из этого корыто Уже Разливали по бочкам Тут у нас Гуси Утки Живут Под пальмой Совершенно Не боятся Людей А тут Олененок Да Тебя как зовут Бэмби Иди сюда А тут Рыбки плавают Видите Красненькие Карпики Очень много Изменений Произошло С того момента Как мы здесь Были Вообще Разворачивается Прям грандиозно Батюшке Этому Респект И уважуха Прям По полной Да За то время Ну сколько мы Года два Мы не были За два года Такие изменения В лучшую сторону Это вообще Супер Место классное Оно было классно Но сейчас я вообще Его рекомендую Еще На 200% В 10-ти кратном Размере Вам его Рекомендую Посетить Супер Едем дальше В 10-ти кратном Редактор субтитров Редактор субтитров Обратно Возвращаемся Тоже через деревушку Фоделя Хотим еще Показать вам Пляж Фоделя Который здесь Находится Неподалеку Вам же После Того Как вы Летом Помотаетесь По монастырям По церквям Здесь По деревням По музеям Вам же захочется На пляж Правда? Я тоже так думаю Вот А покушать Сможете Вот в этой таверне Вот я здесь Я здесь Обедал Здесь неплохо Вот возле Этого Большого Платана Честно говоря Мимо этого пляжа Проезжал уже 100 тысяч миллионов раз И с Эльвира И без Эльвира Но на самом пляже Мы никогда не были Вот ни разу Не получалось Что заехать Не знаю Вот дорога На пляж Как выходят Видите Тут строится Обалдеть Тут Строить Тут Половина заброшенного Половина строится Вот он пляж Фодели Дамы и господа Сейчас конечно Тут еще грязно После зимы Еще трактор Не проходил Не убирал Не чистил Там вон Только начали Возле отеля Вот это отель Фодели Фодели бич Раньше он был Четверка Сейчас по-моему Пять звезд Ему уже дали В этом отеле Есть свой Аквапарк Ну аквапарк Горки там стоят Ну говорят Аквапарк Пляж Песчаный В перемешку С галькой Там по-моему Песка больше Здесь больше гальки Морька Кто хотел Морька Вот пожалуйста Морька Вода чистейшая Чистейшая вода Все закрыто Вот это по-моему Вся недвижимость Предназначена Для Для туристов Я так предполагаю Потому что Все закрыто Теперь вы знаете Куда можно Заехать Окунуться Морька 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»